Всем большой привет! Сегодня, как я вам и обещала, будем красить волосы южнокорейской краской с эффектом ламинирования. Это такая система ламинирования, состоящая из двух пакетов. В одном находится сама крем-краска, в другом ламинирующий лосьон. Это южнокорейский бренд LAMBOK, его называют еще LAMBOK, как вам удобнее. В основе этой краски находится хна. Как вы поняли, она идет безаммиачная, многоразовая. У меня была краска наподобие, но там красящее вещество основное было чернил и кальмара. Здесь же хна, но там была без эффекта ламинирования. Здесь уже, конечно, идет такая более ухаживающая краска. Я никогда не пользовалась, я даже еще ее не открывала. Поэтому прямо сейчас хочу посмотреть и вам показать, какой это будет результат у меня, что получится. Значит, краска идет по 500 миллилитров. Вот такая вот мягенькая упаковка. В прошлый раз мне хватило вот этого вот объема более чем на 12 применений, но я красила только корни. Сейчас, конечно, так как она идет с эффектом ламинирования, я хочу прокрасить полностью по всей длине. Потому что тогда просто смысла не будет ее пользоваться. Так, и по поводу цвета. Я себе выбрала light brown, светло-коричневый. Но волосы у меня несколько, они у меня темные, поэтому такого цвета не получится, конечно. Уже по мере отрастания, может быть, как-то мы перейдем на светло-коричневый. Мне самое главное, чтобы закрасилась, да, вот моя самая главная сейчас задача, чтобы закрасилась моя седина, и волосы стали более гладкими, послушными. Также в этой линейке еще есть цвета черный, насколько мне известно, nature brown, натурально-коричневый, dark brown, темно-коричневый. Да, и махагон еще, кстати, есть. Просто я уже говорила несколько раз, что корейская краска идет на полтона темнее, поэтому будьте осторожнее. Кстати, вот здесь написано, что здесь время ламинирования до 5 минут можно сократить, то есть это какая-то новинка. Вообще, была краска до этого такая вот, тоже такое же оформление, но более старый, ну, старый выпуск, да, скажем так. Там необходимо было на весь этот процесс 40 минут, здесь написано 5 минут. Я постараюсь уложиться в 5 минут, но, скорее всего, навряд ли у меня так получится. И здесь еще написано, что необходимо проверять цвет каждые 5 минут. Да, и пока я не забыла, вот в этой линейке есть еще система ламинирования, но она идет бесцветная, без пигмента. То есть, если вас устраивает ваш цвет волос, но вы хотите просто придать им блеск, как-то утолщить ваш волосяной стержень, сделать их более гладкими, то выбирайте себе бесцветную систему ламинирования. И еще такой момент, кто помнит мои предыдущие видео, я говорила, что вот такую вот краску, которая на основе хны или на основе чернил и кальмаров, ее вообще невозможно смыть. То есть, если вы, допустим, сейчас покрасите волосы коричневым цветом, завтра придете в салон и захотите сделать волосы ваши на 2-3 тона светлее или еще вообще обесцветиться, то это у вас навряд ли получится, потому что вот такая краска, она очень тяжело смывается с волос. То есть, это практически невозможно. Но кто уже с этим сталкивался, тот знает. Теперь, как подготовить наши волосы к этой процедуре. Как вы видите, я уже свои волосы помыла. Значит, необходимо вымыть волосы самым обычным шампунем, без силиконов. Такой обычный щелочной шампунь, типа чистой линии, там бабушка Агафия и так далее. Самый такой махровый, дешевый шампунь. Для чего это делается? Для того, чтобы нам смыть с наших волос все маски, которыми мы ранее пользовались, какие-то бальзамы для волос. Потом, если вы пользуетесь при термоукладке какой-то защитой для волос, пользуетесь какими-то спреями, нам необходимо, в общем, наши волосы полностью очистить. Они должны быть у нас максимально чистыми. И наши чешуйки, вот эти вот пластинки в волосах, которые находятся, они должны у нас раскрыться, чтобы принять вот этот ламинирующий лосьон. И если у вас есть шампунь для глубокой очистки, тогда им можете волосы помыть. Если нет, тогда, вот как я сказала, обычным шампунем. У меня это чистая линия. Кстати, эти шампуни мне очень нравятся. Я ими иногда пользуюсь, когда хочу, чтобы у меня волосы были максимально такие пушистые. Так, теперь, и после того, как вы помоете волосы, не надо пользоваться никакими бальзамами, никакими масками. Просто помыли и ждете, пока они у вас высохнут. Можете при помощи фена. Я вот так вот просто надела на голову тюрбан. Они должны быть немного, они должны быть влажными. Ну, то есть процентов на 70, на 80 ваши волосы должны высохнуть. И мы уже сейчас с вами приступим к самому окрашиванию. Ну все, волосы у меня немножечко подсохли. В принципе, можно уже приступать к окрашиванию. Чтобы, я хочу вам показать, чтобы вы видели. Вот здесь у меня волосы идут светлее цвет оттенок. Видите, он какой-то такой коричневый. Не знаю, красный пигмент откуда-то появился. А здесь такой более темный цвет. Конечно, потом я хочу, чтобы у меня он выровнялся. И еще раз хочу вам сказать, что самое главное мне необходимо, чтобы закрасилась моя седина. Я вам сейчас вот прям покажу, чтобы потом посмотреть результат, закрасилась или нет. Вот седые волосы. У меня девочки спрашивают, как ты можешь, оселя на камеру, показывать свои волосы седые? Это не принято и так далее. Я хочу сказать вот что. Я не отношусь к таким, как вот женщинам-кокеткам, которые скрывают свой возраст, скрывают свои морщинки, там, седые волосы и так далее. Ну, что есть, то есть. От того, что я буду скрывать, их у меня меньше не станет. Поэтому вот показываю то, что у меня есть. Посмотрим, закрасится это все или нет. Так, теперь давайте я прям перед вами буду открывать. Это у нас здесь идет крем-краска. Я взяла вот такие две миски. Почему две? Я хочу вам показать, какие они по цвету и по консистенции. Потом, естественно, я это все смешаю вместе. Я его ни разу не открывала. Вот. Вот открываю. Ну, аромат, кстати, похож на ту краску, которую я пользовалась на основе чернила кальмара. Я на... прям на глаз сделаю, потому что я уже... Вот, видите? Столько. Ну, в принципе, я так и ожидала, что это будет такая кремообразная консистенция. Вот такая вот беловатого цвета. Можете посмотреть. Сейчас это будет немножко окисляться при воздействии с кислородом. Будет немножечко темнее цвет, конечно. Вот такая вот консистенция. Такое количество я налила. И... Такое же количество налью ламинирующий лосьон. Кстати, ламинирующий лосьон пахнет чем-то приятным. Таким... Такой какой-то цветочный аромат, цветочно-фруктовый. Может, что-то ягодное здесь есть. Ну, вот у лосьона аромат намного приятнее. И... И он идет... Он идет такой беловатый. Беловато-мутноватый. Немножечко, может быть, даже прозрачный. Чуть-чуть прозрачный он получается. Вот. И такого количества я налила лосьона. Теперь я это все смешаю и буду наносить на волосы. К сожалению, я наносить перед камерой не смогу, потому что я это сейчас сделаю все в обеденный перерыв. Мне необходимо сейчас управиться и бежать на работу дальше. А если сейчас я буду все это делать перед камерой, то я просто не успею. Сейчас у меня здесь все замарается, размажется. Поэтому я быстренько лучше сделаю это перед зеркалом. Но хочу вам показать вначале, как у меня путаются очень сильно волосы. У меня вот такая вот массажка-монстр, очень большого размера, потому что только ею, а волосы и прочесываются. Кстати, ее уже почистить пора. Я ее чищу, но так как у меня волосы очень сильно лезут, все равно она у меня вся пушистая. Вот такая вот. То есть, смотрите, сейчас же без бальзама, вот как они меня... Смотрите, вот. Смотрите, как они меня путаются. Смотрите, что делается. Как я теперь их без бальзама расчешу, я даже не знаю. То есть, вот, вот, все, дальше не идут. Это у меня сами такие волосы по себе. Они у меня очень тонкие, очень сильно путаются. Это вообще какой-то кошмар. Все, пойду расчесывать волосы. Сейчас нанесу... Нанесу краску. Ну все, девочки, краску я нанесла. Вообще в инструкции написано, что весь этот процесс должен занимать около пяти минут. Но у меня только само нанесение краски заняло пять минут. Ко мне еще звонили, я на звонки отвечала. Все испачкала кругом. Поэтому лучше на время нанесения выключайте свой телефон, чтобы вам никто не мешал. Теперь еще после нанесения я еще вот посижу, наверное, минут пять. И уже пойду смывать. Рекомендую также феном прогревать вот это все сооружение. Говорят, что так лучше будет именно сам ламинирующий лосьон сцепляться с волосом с вашим. То есть, лучше будет эффект, в общем. Но я этого делать не буду, потому что мне кажется, что это негуманно по отношению к волосам, что их как-то будут травмировать. Поэтому просто я пакетик полиэтиленовый, так как шапочки у меня нет, я просто пакетик нанесла, взяла полотенце, нашла старое, чтобы не испачкать его. Вот так вот все сделала себе тюрбан. И немножечко вот так вот посижу. Кстати, я надела перчатки, но все равно вот здесь вот краска у меня, куда она попала, все равно я испачкала руки, испачкала вот здесь вот ушные раковины у меня. Посмотрим, как это все будет отмываться. Как я наносила? Вот здесь вот я нанесла щеточкой, а дальше уже, так как я волосы, кстати, и так у меня и не получилось их нормально прочесать, потому что без бальзама. Я просто взяла остаток краски и вот так вот постаралась по порядкам их распределить, эту краску. Потом вот так в конце пожамкала. Ну, вроде бы все прокрасила. Посмотрим, что в итоге получится. Все, я только что смыла краску. Теперь вам показываю свой результат. Камера опять искажает цвет. Он получился... На камере получается намного темнее, чем есть на самом деле. Цвет девочки получился, в общем, шикарный. Он получился такой вот... Как горячий шоколад. Он такой вот коричневый. Знаете? Не знаю, вот здесь увидите, вы не увидите. В общем, цвет получился такой, какой я хотела. Вообще прям изумительный цвет, конечно. Главное, чтобы дальше в процессе наслоения он у меня не потемнел. Седые волосы прокрасила эта краска вообще великолепно. То есть, посмотрите полностью всю седину. То, что я вам показывала и сейчас всю седину закрасила. В общем, вот что у меня в итоге получилось. Волосы я прочесала после краски очень легко, несмотря на то, что я не пользовалась никаким бальзамом. Кстати, когда смываете эту краску, тоже нельзя пользоваться никаким бальзамом, никакими масками. То есть, просто смываете обычным шампунем. Расчесались они у меня на удивление легко. Особого блеска, такого ослепительного, зеркального, я не заметила. Но, так как это краска ламинат, то здесь обещают накопительный эффект. То есть, каждый раз при окрашивании, вот волосы же, они покрываются как бы пленочкой, то есть, будет постоянно идти наслаивание. То есть, с каждым разом ваши волосы будут выглядеть более ухоженнее. Но мы это уже посмотрим в процессе... Ой, извиняюсь. Мы это уже посмотрим в процессе... Ну, в процессе использования этой краски. Ну, по ощущениям, волосы стали намного плотнее, как будто бы я их чувствую. Они у меня есть, потому что у меня волосы мягкие, и они как пушок. А здесь я прям их чувствую. Статический эффект у меня пропал. Они такие гладкие. Кстати, я волосы высушила феном. Сейчас я тороплюсь. У меня нет времени ждать, пока они у меня сами естественным способом высохнут. Вот утюжком ничем я не пользовалась. И высушила их только феном. Но смотрите, какие они у меня ровные. Обычно, чтобы такой эффект был, мне необходимо использовать утюжок. Видимо, вот этот вот ламинат, он волосы как бы... Он как бы их выпрямляет. И еще такой момент. В течение трех дней после окрашивания нельзя пользоваться какими-то резиночками. Ваши волосы передавливать крабиками, различными заколками. Потому что, допустим, на месте... Ну, если вот так вот вы соберете, вот на этом месте может получиться такой вот как бы излом. У вас волосы будут такие... Ну, вы получите нежелательную вот эту вот волну. Потому что эта вот пленочка, она окутывает волосы, вы ее просто повредите целостность. Если хотите, чтобы у вас были вот такие ровные волосы, то в течение трех дней ничем таким не пользуетесь. Сейчас на работе я буду просто волосы убирать. Ну, вот так вот за уши буду убирать, чтобы они меня не мешали. И все. И постараюсь сегодня ничем их не закалывать. Нет, на самом деле, конечно, блеск все-таки какой-то появился. Вот сейчас я на себя на камеру смотрю. Все же волосы выглядеть стали более... Более бодренько, как-то более ухоженно. Так, ну все, в принципе. Дальше вы уже будете видеть, ну, именно прогресс. Как у меня волосы, в каком состоянии будут. А также еще такой момент. Волосы... Ой, краска, она смывается. Вот та краска, которая попала мне вот сюда, вот здесь, вот у меня везде. Она все смылась абсолютно. И на волосах остался такой приятный аромат. Давайте я, наверное, еще вам покажу свои волосы сзади. Посмотрите. Я не знаю. Вот так вот они выглядят. Я не знаю, что там, камера снимает, не снимает. Так вот следующим образом. Все-таки блеск, все-таки блеск, конечно, появился. Он не значительный, но он есть. И давайте я вам еще раз, кого заинтересовала эта краска, еще раз повторяю, что у нас была система ламинирования южнокорейского бренда Lombok. У меня был тон Light Brown. И выглядит она следующим образом. Все, я побежала. Всем спасибо за внимание. Если у вас будут какие-то вопросы, оставляйте свои комментарии внизу под видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.